Честно говоря, тогда я уже знал, я просто никогда свое имя не выдавал. Когда воевал командующим, был центральным фронтом, когда вот эта война началась, гражданская, у меня оставался выбор, выбор куда. Аблу-Нури, он, как сказать, они кричали «Аллах Акбар!». У них идеология другая, мне не нравится, фундаментализм. А со стороны народного фронта, который образовался, они более были интернациональны, там все национальности были. И у них идея была воссоздание прежней союза республики. Вот что для тебя сегодня, твоя жизнь, кем ты сегодня? Кто ты больше, солдат, политик или все-таки, в общем, все тот же старший лейтенант, который хочет восстановить Советский Союз? Честно говоря, сейчас я солдат. Я солдат. Ну, и приходится, и солдату немножко вмешиваться в политику. Да, такое пришло время, что солдат должен с политиками. А политика – это грязное дело. Я вот знаю, и из-за этого я, честно говоря, с политиками не связь. Я только с ними разговариваю с помощью, с пушек с помощью этого, чтобы быстрее с ними вопрос решить. Потому что по-другому политики никогда не поймут. На что будет сегодняшняя Россия? Россия – это великое государство. И русский народ – великий народ. Это все знают и все. Как бы ни было, да, я знаю, что многие государства хотят, чтобы развалить наш Советский Союз. Россию разделить на 150 государств. Это всюду говорят, и газеты я читаю, это политики говорят. Я, честно говоря, вся надежда таджиков на Россию. Сколько национальностей никогда не читал у тебя в бригаде? У меня в бригаде служат сейчас более 45 национальностей. Сначала бывшего союза, с Туркменистана есть, с Средней Азии, с Казахстана есть. Вот сейчас командир взвода Казахстана прибыл. После этого Узбекистана есть. Очень много у меня с Белоруссии, с Украины, с России. С себя интербригадой, можно сказать. Да, я вот, честно говоря, офицера своей по национальности не смотрю. Говорят, ты даже на русском языке командуешь? Я вообще запретил на таджикском, узбекском, вообще на каком-нибудь деле. Только общие командные, вы сами заметили, общие командные у нас по русскому языку. И офицеры у нас общаются вместе с собой по русскому языку. То есть это вызывает доверие между солдатами, офицерами и вообще между друг другом? За это может быть. Вот в этом году у меня более полтора тысячи приземников. Даже вот сейчас идут люди, мы уже не принимаем, уже конкурс делали. Все своих детей хотят отдать именно нашу бригаду. Что ты хочешь сказать вот о Таджикистане, о вас, о будущем? Я хочу сказать одно. Ну, я сказал, что Россия это великое государство, великий народ. Когда гимн Советского Союза пел, там говорилось великая Русь. Я думаю, что, не знаю, будет это демократическое, будет это коммунистическое, анархическое, какая будет наша главная задача вот этой республики воссоединиться. Как это сделала Белоруссия с Россией. Не только на бумажках, а чтобы было все это на деле. Ну, я желаю всему российскому народу благополучия, всем президентам СНГ, разума, чтобы они все-таки обдумались, задумались, к чему мы идем. А своему таджикскому народу, в первую очередь, мира, потому что наш таджикский народ устал, независимо от национальности, кто он является. Он является таджиком, узбеком, гармским, кулябским, иннабадским, как нас делят. Всему этому народу я желаю мира, своему народу. И наши контакты должны быть с государством СНГ улучшены. Сейчас вот смотрите, даже граница Таджикистана-Узбекистана закрыта. Народ страдает, сам народ этого не хочет. Ни узбекский народ не хочет, ни таджикский народ не хочет. Но политика заставляет. Два президента не могут с собой, не с собой договориться. Почему это называют Махмудовым справедливыми людьми? Потому что, я не знаю, потому что могут вокруг меня собрать, основном, все крестьяне, дихканы. В бригаде у меня служат одни, ну вы сами, основном, знаете, бедный народ. А что такое справедливость, по-твоему? Справедливость, это, я думаю, что свобода народа. Спокойнее житье, бойтие народа. Кусок хлеба, соли, вот это, я считаю, справедливость. И чтобы народ мог государство защитить от преступников и все остальное. Вот это и является справедливостью. Ну, спасибо, Махмуд. Удачи! Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok